мне сегодня позвонил один наш строитель который хорошо растворы знает все это знает я услышал что ваше селение вот это эрзи вроде хотят восстанавливать там фонд какой-то я не слышал если честно сказать я этого не слышал но я знаю одно я знаю одно что во многих местах где восстанавливали то склепы то башни то это нельзя их восстанавливать на цементных растворах знаете почему вот сколько бы не простоял цементный раствор если косые дожди он мокнет и вбирает в себя влагу он не не он как изысковый не не держит на наружном слое влагу не держит понимаете у нее в себя втягивает но вы зимой видели там где растворы цементные там бывает крошка вот это висит с не это изморозит снега на он не держит и он влагу всасывает мерзнет и если внезапно ударит мороз вот ночью да после этого дождя все труба дело там трещины будут они вынуждены не по моему желанию вынуждены будут все башни вот которые там бишь те строили в ней они все на цементном раствором дороги что неправильно не годится то нельзя делать наши отцы были не глупее умнее нас да надо думать о том как они делали до нас спрашивать кто не знает надо спрашивать да да есть люди которые раствор знают толку не обязательно у меня у нас есть люди которые и 30 лет назад в этом самом ирзи башни это восстанавливали да восстанавливали раствор и восстанавливали башню да больше буша нах они еще живые не надо гробить все подряд вот тут мне вопрос задавали почему их всегда ошибались не в пользу ингушей там только стенам относили топ но почему-то ошибались вечно не в пользу ингушей ну смотрите посудите сами на мой взгляд ну эндоевропейстика это одна сторона дела а второе смотрите у ингушей в гостях кто бывает их даже девки наши не обслуживали как и нахмар да только парни да вот почитайте как гостеприимство там то в кабарде там у адыгов там девки обслуживали да в ингушей нет нельзя было да молодые ребята обслуживает так как никто не обслужит при этом у ингушей хозяин дома не садился и не присутствовал на еде только или с или у дяди или его отец или его сосед или ну кто-то тот кто знает местных людей и пришедших на узнает то есть он знал кого где рассаживать можно нельзя там хитрость своя было в ингушей любой обряд обычай а представьте себе вот побудут в ингушей даже девки не обслуживают там хорошо на корме там это а поедут в осетин там и девки чуть не это ноги моет перед сном там и хвалят и гостя и возносят его там чашу когда поднимает в осетине есть такой обычай да я это не выдумываю они из человека делают защитника своих интересов на веки вечные там возносят о какой он великий о какой даже вот буквально лет 30 назад этом убедился вот этот исследователь был больше ты не он описывает как они повозносят гордота человека в которой им нужно сделать из него героя еще одна причина мало того что индоевропейстик вот еще одна причина кстати я всегда задаю вопрос почему чеченские исследователи да и осетинский тоже мало приводит и гюльденштейта и клаппарата и броневского и вахушки почему вот задумайтесь конечно можно сказать клаппарат сказал там а мне отвечаю клаппарат мог ошибиться но почему клаппарат писал же про китай и клаппарат знал китайский язык он писал в мельчайших деталях и он не ошибался почему понимаете там не ошибался здесь ошибался так нельзя тоже понимать не годится вот проселение спрашивали я в одном из материалов сказал что вот это оселение казак и чё это это и чисто ингушское обозначение это не книга не казачьи ворот хотя казаков самообозначение раньше и у казаков и тех же казахов это вольный человек газов она у ингушей тоже газов но дети это брут а это селение 6 16 века указано посмотрите по данным хаселя коха других это 18 век это вторая половина 18 века там пишут казах гичу жили только ингуши да вот говорите народа такого не существовал только ингуши кстати у нас есть родовое обозначение раз гилтвы да газиковой а в чеченской истории нету ни не такой имен нету ни газов не фамилии нету но в ингушской действительности они присутствуют этот кстати газов жил в период 16 века у него братья там старший брат чербыш там урах они были в числе кстати окопов упоминается 1580 там 1620 вот эти во всех человек их не имена там и орок и чербыш и азок и другие да и когда мне говорят что руслан ты а правильно ты считаешь что там эти ауховцы это они имеют отношения к ломахте их основой были ококи ахкирт они с горных селений спустились в ахкирт и здесь создали это помните как община шалхи была которая методично постоянно отбивала притязание вот этих кабардинских князей то же самое было вот с этой группой ахкирт и поэтому называли ококи понимаете они потом сюда уже кабарда пришла вот на тот период пришла и потом они потихоньку теснимые ими то они туда-то в селении к селению галугай там еще хутор мужечь был это ставропольский край за моздоком туда потом сунжинский форт там где сунжи втекает в этот карты посмотрите старый 16 век 17 век потом терскому городку до кстати косвенно подтверждается последующее нахождение в акачанах и тем что в днк близко с чичоевым между ними есть люди которые те кто с ними основал ауховская до ококская до общество а когда иногда говорят что чичи основали сирене карабулак надо не забывать что по сообщению исследователя малявина в карабулаке 300 лет назад жили 300 лет назад жили качевые карабулак и подвластных она карабулака материал железы еще почитайте внимательно не будет вас не будет ни сомнений не 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 того ни другого давайте еще вопросы зачитаем тут между собой споры идут серьезные я не знаю как они его научились каракалага то что в рационе ингушей есть молоко и сыр писал еще бларомберг он же описывал отдельные ингушские общества отмечал что сыр употребляют карабулаки от сорнякцы изготовляют сыр для обмена то есть на обмен да дель поцик вот такой есть простите не тот ли этот бларомберг который описал что женщина носит причудливые там что одного зовут ингуши используют название животных уст там другого хака третьего там свинья и так далее так далее еще есть имена асир асир вахара то есть кто едет на теленки асиала вот кстати насчет асир да вот на теленка про теленка часто мне говорят руслан почитай вот такой-то материал почитай вот эти параллели с венгрией там же вот этот осетинская ас теленок да это разное звучание вот этого слова ас этой посох ас это теленок а ас ас это люди которые здесь на реке ас и жили ас и жили ас и жили да ас венгерские параллели там вы найдете знаете в сегодняшнем венгерском языке знаете какое слово найдете который разрушает все эти построения вот эти все выдумки айтам враг неприятель обозначен древним ингушским названием мостах на такого не бывает посмотрите в среди всех европейских народов день слова моста есть а там вот этом обществу это в этой области ашак да вот это здесь асгард а там ашак да венгрии мостах неприятель враг да тот который жить мешает мостах а ну-ка вспомните как в астинском языке как а ну-ка алан да ацакалон истина чужой а враг как неприятель как вот на место моста да вот ингушского правильно сон сонские кабаки да не врагами были да дель поци каракал если я правильно помню по словам бараларом берегом в целом можно верить доверять так ли это уважаемый каракала ему отвечает дель пости к мату чех к сожалению я не владею ведь он не обижается что на цезю да не обижается их сложение не владею халдейски может объяснить и не на общедоступном вот смотрите видите вот прохалдейский там халкдей это общество было да это было родственное халибом общество халкдей да халкдей это родители народов да вот здесь пхамад ингушское селение на столовой горе знаете как переводится с ингушского халкдей это пхамад это селение мат это это обществе это селение которое дала выход исход многим селением да вот откуда вот этот род хаматой а если вы почитаете когда не врали еще чеченны чеченны не врали когда не болели там это такое лучевой болезнь что мы одни там на свете там все вокруг это наш нами порождены вот тогда старейшина вот этого рода памятой на вопрос кто они откуда у них название он этому исследователю этнографу ашаеву и этнографу колоеву борисову остинскому исследователю да академия он им сказал вот этот вахап кашаев мы сверху вев асси и она отсюда аллах стареала отсюда аллах недавнем прошлом то же самое говорили те кто в этом коле башни строили их не идите наши 4 этому долго живу археолог археолога археолога мы горд четвертом поколении ингуши гава сегодня там уже чеченок атака когда-то сюда пришел наш прапрапрадед и тонгер четвертом поколении вот эти башни он строил да там насчет башен знаете вот когда начинает спорить там умничать а у нас там нам не нужна была известковая там где вы не найдете ям специально яйцообразные это хитрость была на яйцообразные вот эти ямы по обжигу известкового камня известняка если их нету на месте там и родины этих строительства этой башни нету сперва их найдите покажите а потом будем разговаривать да нету их да нет там не столько хитрость вот сегодня говорят а там она нам не нужна была мы там без растворным методом там башни строили без растворные методы она холодная там изнутри хоть и из мазывают то глиной то она все равно холодная башня она втягивает себя до холода а известковая там снаружи один раствор а снутри другой состав понимаете и он держит вот этот и холод температуру держит и влагу держит и все держит но чтобы вот этот известковый раствор приготовить это металл железо вот это ингушопское железо легче было плавить да там столько температуры нужно там столько хитростей надо да вот этих цацкалах что закладывать между известняковыми камерами там столько хитростей было на это они прошагали тысячелетиями через такие хитрости через такой опыт да которые сегодня и не понимают многие многие не понимают что сделаешь если железо можно расплавить вот здесь некоторые сорта железа мягкое железо можно расплавить тысяч двести пятьдесят тысяч пятьсот вот представьте себе некоторые упорные вот эти известняки там и больше чем для железа надо была температура вот представьте какой это труд делать вот эти цацкалы топливо заготавливать из лесняк вырубать привозить покупать это это целое дело было а так в каменных этих пустых этих башня конечно это для здоровья угробить себя это где не знали там вот это строили любого отвечает этому доль подсику что касается имен то елена ездила на боке их оказана алиманом имена ни разу не слышала у вас имена поглеще есть их например чагирику лишай кстати вот этот чагирик вы знаете что такое чагирик миизм это да лишай это есть чагирики да да чагирик ингушские слова не надо здесь усердствовать своих потуга и выдумывать не надо нет в ингушском языке слова осиали означает собака так что ищите это в другом месте борис магомедов где плохо про ингушей бларенберг говорил то там он брал а где хорошо то это уже тут про три пирога опять спорит ужас а ну-ка чё не пишут любого их три пирога наши соседи переняли у ингушей бацпийцев которые называли кутор но это одно название а жил кутор это все три пирога вот смотрите вот простой вам пример вот вы говорите что три пирога это чисто осетинская да к примеру да там приводите мне чайка сейчас до чебельгер доберемся вы говорите что три пирога это ваши да ну хорошо видите мы культурно обсуждаем этнографию там оспариваем какие-то выводы делаем там приводим доказательства логические построения цепочки если это ваши три пирога у вас обозначение для трех пирогов не для каждого из них а для самих трех пирогов есть не просто там фэчин мычин там с мясом а для этого комплекта трех пирогов у вас есть для подноса этого есть вас это обозначение языке ваш выработанное родное сердце дорогое не заимствую не чужое есть тут один вопрос задавал знаете какой я отвлекусь немножко темы у вас было гардт круг квадратом этот борис борис говорит все у нас было даст неправильно борис неправильно знать почему я не никогда не думаю вот смотрите витя васильев антабаев русско-осинские слова на языке знал больше сегодняшних ноги но на игрушки игнорировал и все делал чтобы не указать игрушки и вот эти я ругаю его за это да вот смотрите вот в этом словаре на странице секундочку вы даже кефир назвали знаете как на закопа это название этой емкости в которой этот кефир держали как здесь на странице 209 а ну-ка страница 208 абаев василий иванович москва 1970 год вот здесь на этой странице смотри квартал там цех квартира фатер фатерланд а ну-ка квадрат где секунду квадрат квадрат так и пишется квадрат нету название а если нет названия квадрат я проверял внешнего угла нету внутреннего угла нету косого угла нету по логову это все название у ингуша есть да да а если нету слова квадрат какие башни о чем мы говорим понимаете чем мы можем говорить ладно этому можно василий иванович не верить а ну-ка давайте словарь бернар на камре и там халилова да лепсик махачкала 2010 год там где идет слово квадрат там нету термина в этом словаре пастинском на языке в ингуша есть на читайте найдите и почитать я почитал же нашел видите выписку сделал потрудиться потрудился я говорю так что не во всем правильно говорить квартира видео асфальт да у нас фусом квартира но представьте себе в японской и в айнской культуре этой от языка она ведет панской культуре вот эти легкие легкие ну как типа бумажные вот эти из специально вот этой бумаги вот эти пристройки которые на раздвижные на японском жилье да вот айнском знаете как называлось если много гостей приезжает их надо размещать мало места да в доме в простой семье вот дополнительные специально раздвижные вот эти места были это называлось фусом это случайно не бывает ни один здесь просил руслан мог бы ты про айнскую культуру про параллели да вы знаете я вам могу часами про это рассказывать да часами да да не не возводя вот это не поднимая глаза там в небо там не выдумывая как говорят эти психологи нет часами глядя вам смело честно в глаза столько параллелей приводить что вы будете в шоке столько там поразительно но я бы порекомендовал вам чтобы это поняли знаете что вот про наши параллели на есть такой фильм у них этнографический японский это где-то 60-х годов прошлого века снят он я не помню красава его снимал или другой режиссер называется дорога на нараяму нараям там столько параллелей там у них грехом считалось врать или воровать старики которые надоедало просто жить они сами плели вот эти корзины и заставляли старших сыновей относить себя такие же параллели здесь горах были посмотрите этот фильм для интереса и вы удивитесь сколько там параллели а я вам могу про язык там про это про то про другое помните в китае вот эти два общества которые государственно создали ну цинь пишут датсан дэс чистая хан еще помните хан благодатная полезно реки помните хуан хуан хе там другие названия у рек тоже объясняется с древнего с мудрого ингушского народа языка понимать там не приводит один про тюркское чепеле клепешка суще не только о в тюркском языке у древних оседлых культур тех же в италии в испании во франции то чапа чоп чапати то представьте себе в древней индии это родина индоевропейских языков там чапа тяжел я вам уже говорил что чаба имена у нас были да чаби его у нас фамилия у вас чаби его и фамилия есть интерес нету а вы мне предлагаете знаете обратиться за этими терминами кочевым народом которые не за никогда не занимались земледелием они занимались скотоводством ингушей кстати это описано в этнографии ингушей старшие когда застолье начинают трапезу они никогда у ингушей не за ним не начинают пока старший не преломит или хлеб или из зерна что-то вот тот же самый чаплик дали пока он не коснется там хоть мясо будет хоть это какие бы яства не были на столе потому что это считается для светлых народов считается священным священное родное сердцу дорогое я сейчас поставлю песню одну знаете какую я знаете почему я хочу поставить вот представьте себе вот эта песня можете на меня злиться ругаться там чего угодно вот эта песня она ее сейчас исполняет вот этот апанасов да он ее там переделал переделал и на итальянский язык и на этот вы знаете запись вот этой мелодии есть в архивах начала двадцатого века там где англичане во владикавказе записывали и в азербайджане записаны и во франции они есть все молчат ингуши об этом а если я говорю получается я плохой если я свое родное защищаю а ну-ка давайте посмотрим о том а э Продолжение следует...